всем здравствуйте с вами на связи лень я приветствую вас на своем канале сегодня я хочу сделать расклад который наверное не для многих и этот расклад наверно не будет набирать столько много просмотров он достаточно специфический я на своем канале еще не делала таких раскладов не как принципе и другие вот я стараюсь не повторяться но вот именно вот в таком контексте я не делала расклад называется как прошла чистка мне захотелось его сделать по той причине что сейчас период когда я сама прохожу два месяца последнего месяца когда я сама занимаюсь этим я уже говорила в эфире который мы проводили на прошлой неделе вот и мне просто хочется посмотреть какого результата я вы и мы получили на как прошла вообще чистка какой результат удалось ли все почистить как как вообще все было вот поэтому кому эта тема актуальна наливайте себе что покрепче горяченького кофе кучу и давайте будем смотреть у нас вами будет три позиции мои позиции мои позиции будут выглядеть вот так голубой красный зеленый камешек 1 2 и 3 позиции так это добро я сдую потухла потому что 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 немножечко заполнился вот так так уберу я это больше она гореть не будет вот и заодно дала вам возможность выбрать позиции работать будем на колоде таро шаманов на колоде чака специально успех жизни и на метафорических картах а в идеале было бы подождать еще несколько недель и получить темную колоду которая я уже жду около месяца почти да там три недели вот но связи с коронавирусом посылки очень долго идут вот а мне хочется все-таки посмотреть сегодня ну ладно приступим на значит эти две позиции мы отодвигаем позиция номер один голубенькие камешек как прошла ваша чистка у нас будет один вопрос я не буду давать много вопросов не важно понять результат как она прошла удалось или нет удалось ли или нет ой знаете здесь вопрос чистки как прошел до чистка удалось чистка прошла здесь очень много огня здесь было очень большое сопротивление не знаю ваша то с чем вы работали либо если мастер работал для вас был нелегкий нелегкий момент не вот удалось чистка но даже после того как она прошла у вас должен был быть период такой достаточно болезненный кто-то может быть прямом смысле болел да может быть у кого-то было знаете небольшой грипп что-то такое да у кого-то просто температура поднялась да вот но однозначно здесь это было очень болезненно и было очень сильное сопротивление этой чистки я не знаю с чем она была связана да то есть что именно вы чистили что именно чистили ну как-то какие-то душевные состояния да если мы возьмем просто какую-то сферу для понимания да что вам просто было то это было связано как-то с эмоциями это было с чувствами связано может быть любовный какой-то аспект может быть то здесь шло очищение вашей душе это не было на достаточно глубоких да то есть есть несколько слоев да есть где-то поверхностные средние и достаточно глубокие здесь была очистка как будто бы снят какой-то вот один слой достаточно такой поверхностный даже до середины еще не дошли то есть не не затронули более глубокие слои то здесь возможно я предполагаю что нужно будет еще провести как минимум два раза эту чистку то есть не до конца почистили почему причина заключается том что было вот ваше именно какое-то сопротивление именно ваше сопротивление шло против этого почему с чем она была связана как-то вы как будто бы не хотели может быть кто-то что-то с рода было связано да с восстановлением памяти может быть как тогда даже так как-то с воплощением кто-то может быть работал но здесь вот какое-то вот знаете ощущение того что так сильно что-то прилипло на вот какая-то как будто бы грязь да и она вот как будто бы вырослась вот в какой-то слой энергетический я сейчас говорю утрированно да чтобы было понимание чем я говорю и вот здесь вот это напоминает некрасивый пример но вот он был понятнее да иногда бывает какой-то чиряк но он не не наполнен жидкостью а вот именно вот как будто вы засохшие вот это вот фигня и чем больше ты нажимаешь вот она выходит выходит и конца края мне то что там много очень глубоко и вот ощущение что вот какой-то слой просто смогли взять знаете как будто бы даже ощущение того что это как не то чтобы дерево но вот поверхностью почистили а корни они еще остались вот то есть там еще глубоко вы как будто бы следствие почистили а причина еще осталось надо глубоко копать здесь здесь связано с чем-то очень таким глубоким здесь как-то связано то что у вас вычищалась но связано как-то знаете вот если скорее все даже не если а вот вы когда почувствуете знаете какое-то внутреннее облегчение глубокое такое но тогда можно сказать для вас для для понимания что чистка прошла вот прям ну не то чтобы хорошо а вот именно до конца вычистили то что нужно было потому что здесь ощущение того что вот еще какая-то вот болезнь идет а то есть еще а вы до самого пика не дошли предстоит еще какой-то процесс может быть это свежая чистка была и она еще не ну вот в материальном плане она еще не проявилась то есть вы еще не можете отследить каких-то результатов но вот ощущение после чистки должно быть у вас какой-то свежести какой-то легкости внутренней вот гармонии успокоения если у вас есть вот это вот ощущение я не хочу ни с кем разговаривать я хочу побыть собой мне нравится получаю удовольствие от этого да вы даже начинаете разговаривать немножечко тише вот как-то не хотите коммуницировать с другими людьми вот тогда это показатель того что именно чистка затронула достаточно такие вот глубокие слои и но все идет вот правильно если вам после чистки хочется скакать прыгать и все такое вот как-то общаться куда-то бежать это это не совсем это вот именно поверхностное такое дальше давайте я спрошу что вы чистили да мы поняли там на эмоциональном плане да там что-то может быть соотношениями здесь у меня состояние души выпадает может быть какие-то детские что-то травмы это не обязательно энергетические чистки могут быть это может быть какие-нибудь практики прощения это могут быть детско-родительские сценарии когда пошли к психотерапевту вот именно ну что-то высвободили да вот это вот ощущение то есть не привязывайтесь к практикам и к магия а именно к к ощущениям очищения хочу что чистили вот я говорила про психопсихолог когда психологии детские травмы вот этого чувства себя нелюбимым когда это может быть кто-то опять-таки про отношения до неразделенная любовь может быть у кого-то было понимание того что может быть мне что-то сделали и поэтому этот человек ушел на меня бросил но сделали ли то есть что-то там было потому что здесь ощущение что вот как-то вот какой-то неразделенной любви да вот вы не получили чувство любви было ли что-то там было ли что-то там на вас знаете я не буду с уверенностью говорить но скажем так вот 50 на 50 процентов если что-то было сделано да то есть сто процентов я здесь сказать не могу а я скажу что здесь было знаете вот как именно на разрыв именно на это к той категории у кого были вот отношения да и может быть вы ходили к мастеру понять дам что что там было это только для этих людей там было на на рассорку да на то чтобы вот вы расстались на то чтобы отношения завершились если мы не говорим в контексте вот магические каких-то аспектах а говорим именно психологии вот то здесь был такой момент направленный на именно исцеление да на на то чтобы открылись какие-то дороги вот здесь вот вопрос как-то с дорогами связан новые возможности чтобы вошли да то есть вот как будто бы вы принимаете себя здесь была работа связана с тем что вы принимаете себя научаетесь любить себя оценить себя таким образом вы изменяетесь и у вас открываются дороги у вас появляются новые возможности люди вам протягивают руку помощи то есть здесь на вы выходите как будто бы из какого-то болота какой-то западни да здесь а может быть кто-то даже и расстался с партнером не было такое ощущение что может сделали какую-то там не знаю привязку или еще что-то вот я никак не мог вырваться то есть уже отношения завершились может быть кто-то делал что-то на то чтобы отрезать свои как-то прошлых партнеров потому что вот ощущение что вот как-то погрязли в какую-то ловушку заманили какие-то сети расставили да может быть практике вы просто самостоятельно без какого-то третьего человека делали да вы практике прощения практике отпускания вот всевозможные привязки отрезали что еще здесь было ну связанное с потерянным детства он здесь вот как ни крути не верти здесь все равно было как-то связано с детством то есть если это связано с отношениями то причина все-таки она кроется в детско-родительских сценариях да то есть здесь вот возможно вы и работали с этим тяжелое детство какое-то удалось что удалось проработать ну вот то что вы чистили то начал на что было направлен как я уже сказала на открытие ваших дорог до на принятие и раскрытие вашего потенциала да то есть на принятие именно ваших способностей может быть кто-то знаете вот как-то работали может быть психологом на то чтобы поверить именно свои способности может быть даже просто ходили к мастеру и узнавали в чем ваши способности да почему допустим были закрыты дороги вы здесь может быть кто-то и дороги просто хотел раскрыть да здесь также кроме чувствительного аспекта да есть еще и творческий момент творческое начало да здесь как-то вот я говорю независимо того какие чистки вы делали какому мастеру ходили над чем работали будь то это психолог психотерапевт там регрессолог не важно да там ведьма или еще кто-то неважно суть заключается в том что вы должны были проработать вот конечное ощущение то что я сказала да вот это вот глубины спокойствия и в дальнейшем на бытовом плане у вас будет вот именно проявление чего-то новое ощущение о желании что-то творить и желание как-то вот раскрыться полностью желание чувствовать вот вот это вот будет показатель для вас насколько хорошо прошла ваша чистка вас должны будут сны у многих могут меняться не случайно сказал про регрессолога да кто-то может быть восстанавливал как-то память может быть у кого-то здесь было ощущение того что вот какой-то запрет был поставлено и чистка была на то чтобы убрать вот этот запрет и вспомнить как-то свое прошлое вот здесь вот как раз таки чистка была на то чтобы произошло некое обнуление чтобы как-то знаете может быть прощение да даже у кого-то простить простить себя в первую очередь даже не то чтобы простить кого-то простить именно себя потому что сердце здесь замерзла да вот сердце холодное холодное сердце сказала королева кубка вытащила но первые первые какие-то вот действия они уже были совершены еще расскажу здесь вот просто будет необходимо повторить еще несколько раз чистку потому что сказать что стопроцентный был результат нет он был но есть еще на чем копать здесь еще еще вам нужно будет покопать по крайней мере вот именно все что связано с матерью все связано женщины все что связано с иллюзиями оборочками а вот вот в этом к тексте до нужно будет еще почиститься я не буду больше углубляться потому что все таки это общий расклад вот очистки это чисто индивидуально просто вот как общее понимание того как прошла чисто мне было интересно вторая позиция и красный красный камешек о чем-то здесь двоечки торопится и карта на дне выпала нужда люди нуждающие хорошо как прошла ваша чистка вот ваша чистка пришла хорошо была очень мощная такая знаете очень сильная и вот здесь вот у меня ощущение того что работали как раз таки как-то с нижними чакрами если это есть либо все что связано как-то на деньги может быть да на изобилие на плодородие может быть кто-то из вас хотел забеременеть может быть здесь все что связано вот здесь все что связано с деньгами и все что связано именно с второй чакры да с вашими силами каким-то сексуальным аспектом да кто-то хоть вот язык заплетается вот прям знаете вот берут заплетается язык с инстинктами да здесь почему я сказала 2 чакра вот какими-то знаете животными инстинктам если ходили к психологу то лига либо психотерапевту то работали именно с агрессией работали именно вот с какой-то силой ощущение того что вы как будто бы связаны по рукам по ногам да и вот силы вас кто-то держит вот и как будто бы вот не могли полностью реализоваться да здесь деньгами что еще чистили вот у кого-то но здесь материальный план до материнства материальный план здесь как будто бы вот не было у вас заземления не было единение с землей не было единение земли под ногами не было не было какой-то вот стабильности да все время вас тянуло в какие-то авантюры все время тянуло вот какие-то риски что ли ну вот мне кажется что здесь все что что связано с материнством и все что связано здесь ходили как будто вообще знаете как каким-то шаманом вот либо деревенская какая-то магия да ну вот такими способами травники здесь может быть было очищение травами до целители какие-то но но здесь не было какой-то вот черной магии нет здесь больше идет что-то такое естественное что-то такое вот природное тут опять-таки да может быть занялся очищением именно своего тела да кто-то голодание то есть обязательно обязательно чистки они магические как я говорила в первой позиции здесь может быть кто-то решился занять со своим омоложением своим здоровьем и может быть кто-то голодал может быть пост держали здесь я не вижу чтобы это было бы религиозное но вот что-то со своим телом вы делали однозначно как-то вот чистились элементарно даже клизму может быть кто-то ставил но здесь травы идут здесь идут шаманы здесь в духе призывались с чем была связана чистка здесь вот было по исцелению ваших каких-то надежд а когда человек вот все что было связано с тем что вы как будто бы не умеете делать выбор вы как будто бы привязаны кому-то либо к чему-то да и вот как будто бы ваши шансы возможности не реализовываются да вот вы верите на день надеетесь на что-то вы какие-то ожидания то есть 10 чистки связаны с тем что вы прекратили ожидать что-то чтобы вы что-то отпустили из своего возможно прошлого здесь может быть чистки знаете когда вы идете допустим психологу вас такое депрессивное настроение нету сил нет энергии вот и вы идете например к врачу и говорите там мне не знаю эндокринологу элементарно на своем состоянии то здесь вот как будто бы настроение нужно было поменять здесь вот сил не хватает не случайно я сказала травники и целителей тела и так далее вот здесь скорее всего может быть вы ходили к врачам здесь лечение было у у кого-то может быть даже и бесплодие да и лечить чистки здесь и в таком контексте я не ограничиваю только магическое хорошо как это все прошло как это прошло ожидание огнем оставляем прошлое вот здесь знаете что вот я спрашиваю как прошло а мне опять рассказывает историю того что это было что именно вы чистили так как будто бы свои какие-то свое неверие здесь кто-то может быть знаете у кого-то умер человек и он никак не может отпустить его до в своей памяти в своей своей голове я постоянно молятся за этого человека чтобы у него все хорошо было там загробными или куда дальше идет человек да вот все равно вот эти вот воспоминания да они есть потому что человек прокручивает того кто уже ушел в мир иной в своей голове да то есть вот это вот прошлое все не получается как-то отпустить это может быть любое прошлое да не только допустим с умершими на вот здесь вот какое-то прошлое когда вы никак не можете примириться вы не можете исцелить вот это вот свое прошлое и к сожалению вы не можете получить это изобилие которое вы хотите то есть вам дороги закрыты по той причине что вы не сами себя не можете исцелить вот вам нужно вот с этим хорошо что чистили что чистили уже сказали но все равно что чистили коэффицина другой колоде проекции проекции вот на самом деле до сказать что здесь какие-то вот серьезные до проблемы были я не могу а здесь вот чисто психологический какой-то аспект ваш да вот знаете желание всех наказывать вот это вот не то чтобы агрессия а вот какие-то подавленные свои эмоции состояние когда сами вы себе придумываете очень много в голове вы думаете очень много ненужных каких-то сценариев сами все придумали притянули эту ситуацию которые придумали и потом с ней боретесь кто был одессе я молодец сама придумала сама и победила вот но на самом деле здесь вот как раз ки нужно именно очистка в контексте осознание то есть здесь нет какого-то чего-то такого вот прям магического я не вижу я вижу здесь больше то есть в первой позиции еще что-то могло быть но то здесь у меня больше психологическое то что вы накручиваете то что вы придумываете для себя вам не хватает любви вам не хватает внимания вам не хватает чтобы к вами а к вам относились бережно так с уважением да вы не чувствуете свою собственную ценность вот я говорю вот вы не чувствуете себя ценностью поэтому и дороги у вас закрытой в контексте изобилия не получается может быть здесь кто-то даже грустит я говорю о детях каким-то образом то здесь чисто психологический аспект то есть если вы не можете забеременеть если проблема какая-то нет здесь проблемы нету если проблемы с тем чтобы забеременеть это чисто ваш психологический аспект ваши страхи что вы не верите вы слишком сфокусированы на том почему я не беременю почему я не беременю вот и это у вас не получается на самом деле нету, нету каких-то таких проблем, чтобы были. Вот, здесь ваше непринятие самой себя. Здесь вот какой-то раненый ребенок на самом деле. Ощущение того, что в вашем детстве было очень много, что вы как будто бы один ребенок были в семье, что ли. Либо вы ребенок, а очень много взрослых вокруг вас, и каждый вас учил, как вам нужно жить. Вот, и здесь получается проблема заключается в том, что вы не умеете сделать выбор. И вот все время ходите на какой-то грани. Я сказала здесь про риски, вот вы ходите как краски на какой-то грани. Хорошо, удалось ли если ходили к психологу, либо к психотерапевту, либо как-то сами работали, удалось ли провести этот процент? Потому что я не вижу, ну, либо почиститься, я не знаю, но я не вижу, чтобы здесь что-то магическое было. Удалось ли ощущение того, что вам просто дали какие-то надежды, да, сказать, что что-то нет. Я не вижу, чтобы что-то удалось. Даже если вы что-то сделали, то ну, это как это... для видимости, что ли. Я не вижу, что достигло какого-то вот прям результата, результата, по крайней мере. Либо вы не верите, да, что результат получен. Либо, потому что здесь все так иллюзорно, здесь все так, знаете, вот с какой-то неуверенностью, с ожиданием какого-то потвоха, да. какая-то вот израненность. Нет, я не вижу, чтобы здесь был какой-то результат. Ну, то есть, если даже вы проводили какую-то чистку, я не уверена, что здесь вот прям результат был. либо есть, не был, а есть результат этой чистки. Вот. Вот такая вот у нас была с вами вторая позиция. Давайте посмотрим позицию номер 3. Что здесь? Как прошла чистка, а здесь дьявол. Здесь чистка была на исцеление как-то вот вашего сердца, да, на исцеление именно после какого-то вот любовного, что ли, момента. Здесь кто-то хотел либо свой рот почистить, либо как-то чистили что-то, связанное с предками, либо то, что связано с какими-то оморочками, какими-то иллюзиями. Но это все связано непосредственно в контексте отношений, да, мужского и женского, в контексте пассивности и активности. Вот. Но на самом деле здесь вот именно по дьяволу, да, как-то была чистка. Насколько она удалась, потому что у меня такое ощущение какое-то сомнительное, насколько, да, и маг. Вот при условии, если вы ходили к магу, очень сильному магу, потому что чистить дьявола, ну, я не знаю, здесь либо мастер должен быть такой вот, ну, не деревенская там, тетя Нюра, сто процентов. Здесь мастер должен быть очень хороший, потому что здесь бой идет действительно не на жизнь, а на смерть. На энергетическом уровне, да, если мы говорим. Дьявол не отпускает так легко свои привязки, да, если мы действительно чистим. Вот. Не так-то и легко. И либо, знаете, как получается, либо если чистка была, то столько много лиц, столько много слоев, если удалось почистить, то не все сто процентов. Потому что открылась, да, открылся какой-то путь, ну, вытащение того, что нужно еще что-то доделать. Какая-то вот стабильность, еще не стабильно, да, еще вот как-то вот будут какие-то вас страхи преследовать, что ли, что-то еще вас будет преследовать. Еще нету этой гармонии, вы еще не умеете слушать себя, да, сказать, что вот полностью восстановиться. Здесь какая-то ситуация, кто выбрал тройки, вот прямо она такая очень достаточно серьезная. Потому что в этой колоде пятерка бубнов, она говорит о потере своей собственной души, когда человек теряет абсолютно все, свои навыки, свои способности, он теряет абсолютно все. И вот здесь вот страх потерять все. Здесь, знаете, либо ощущение, что как-то вот я боюсь обнулиться, что ли. Может быть, вы сами себя саботируете в этой чистке. Страхи попадают, понимаете. Страхи, и вот на этом дьявол берет, да, страхи, вот какие-то страхи за свою жизнь, инстинкты какие-то вот такие вот всплывают. И здесь, знаете, страх за выживание, страх потерять дом, кровь, вот что-то такое. Страх потерять свою собственную жизнь, страх пойти в нечто новое, разрушить. Вот здесь вот, понимаете, чистка, как она прошла, давайте я посмотрю. Потому что, знаете, здесь чистка, может быть, и прошла хорошо, как вариант. Но меня смущает то, что вы сами свои собственными страхами какими-то как-то ее блокируете, понимаете. То есть мастер, может быть, и хорошо поработал. Угу. У меня здесь ощущение того, что здесь и не один-то мастер был. А здесь было несколько, ну, как минимум три мне показывают. Вот, и, ну, либо три раза была какая-то вот чистка для того, чтобы был какой-то результат, был какой-то прорыв, вот, совершился. Это вы как будто бы свою собственную чистку саботируете вот своими страхами, вот, своими мыслями. Может, почистили. Депрессия. Сил не было, да, энергии не было, бедности. Вот бедности выпадает как раз-таки, да. Страх, вот я говорю, страх финансовый, страх выживания. Ощущение того, что, знаете, какие-то очень сильные привязки у вас по низам были. Если здесь шли энергетические, да, контроли, энергетические какие-то чистки, то они были по нижним чакрам. Прямо, вот, знаете, вот по первой, второй. Почему? Кто-то, может быть, задавался вопросом, почему у меня не получается, почему я не могу, ну, зарабатывать достаточно денег. Очень много стрессов, я говорю. Вы влияете сами на результат своей вот этой вот чистки, своим состоянием. Вы хотите контролировать. Возможно, вам мастер говорит, что-то нужно делать, а вы, ну, после чисток, а вы привносите туда свою какую-то историю. И там не идете строго по инструкции, которые вам говорят, что, возможно, нужно сделать. То есть вы как-то хотите вмешиваться в эту ситуацию, потому что нету доверия либо к мастеру, либо насколько прошла эта чистка или нет. Служение, рождение. Знаете, вот мне идет здесь такое, что, может быть, это точечно кому-то подойдет. Вот именно рождение, холод, дикий, да, здесь, во-первых, у кого-то руки ледяные все время бывают. И вот у кого-то были проблемы при рождении, при вашем рождении, при родах, да, а у матери при родах были проблемы с вами, либо болезненные роды были, либо что-то пошло не так. А знаете почему? Потому что когда-то ощущение того, что вот ваша мама что-то пообещала. Вот как будто бы, знаете, чувство здесь такое очень странное, то, что я говорю на самом деле, мне очень странно, но ощущение того, что мама как будто бы обещала, может быть, высшим силам, может быть, что-то, какое-то служение, да, за то, чтобы, ну, вы родились, ну, вот как-то вот в обмен, да, дай мне ребенка, я тебе что-то сделаю для тебя. И вот здесь вот ощущение того, что мама не выполнила свое обещание. И вот это вот не то чтобы наказание, да, а вот это вот невыполненное обещание, мужика холодно. Что ваша мама делала? Напишите мне, пожалуйста, в комментариях, мне очень интересно. Вот дико любопытно, что делала ваша мама. Может быть, даже чем-то и занималась ваша мама. Потому что здесь дикий холод, да, вот прям ощущение какой-то вот смерти идет, да. То ли вы не должны были родиться, то ли что-то такое. Вот ваша чистка, она не случайная. Вот если в первой позиции там была, во второй не было, ну, то есть там нет ничего такого магического, то ваше, блин. Я не хочу сказать, что там что-то такое вот магическое было, но было что-то достаточно такое серьезное. Привязки, знаете, вот как говорят, да, это чисто фигурально выражение, да, продал душу дьяволу. Вот здесь вот что-то такое. Не то чтобы в прямом смысле, еще раз говорю, услышите меня, это фигурально. Здесь вот как будто бы что-то такое произошло. Что-то такое произошло, что здесь вот это переложилось на вас. Может быть, во время беременности, знаете, может быть, знаете, как мама, боже, была беременная, может быть, кому-то там место не уступило. И не очень хороший человек вот как-то проклял, да. Здесь вот ощущение какой-то проклятия, вот что-то такое. Вот как будто бы на вас это все перенеслось. То, что должно было быть на вашей маме. Либо она что-то посеяла, а вы пожинаете. А вы пожинаете плоды этого. Знаете, ощущение того, что... А не была ли ваша мама ведьмой? Тоже вот, знаете, как-то так. И вот как будто бы это все перенеслось на вас. Потому что чистка, если она действительно здесь была, и мы не говорим о психологии, мы не говорим о медицине, как была, например, во второй позиции. Если это действительно что-то такое вот магическое, то, повторюсь, либо не один мастер, а несколько это делали, ну, чтобы вас почистить. Потому что здесь сказать, что вот то, что было сделано, ну, дьявол, он так легко не отпустит. Не отпустит. Вот, знаете, как-то вроде бы одно искушение почистили, какую-то там, допустим, привязка у вас была, да, по отношениям. Вот вы как будто бы отрабатываете маму свою. Вот была привязка. И там отрезали одну, отвес всплыли. Вот как-то так, понимаете? Здесь вот полностью, чтобы... Я говорю, что почистили. Партнерство выпадает. Пробуждение. Успех. Вот если эти качества, эти состояния у вас в ближайшее время после чистки появляются, в ближайшие полгода, значит, вы поймете, что чистка прошла хорошо. То есть, если у вас появится тот, кто ищет партнера, мужчину, да, либо партнерство в бизнесе, если будет ощущение в профессиональной сфере успеха и чувства какого-то, знаете, внутреннего, внутренней будрости, какого-то пробуждения, вот это для вас будет подсказка, что чистка прошла хорошо. Так вы поймете. Если в ближайшие 6 месяцев этого не произойдет, то, значит, наверняка придется чистить еще. Вот видите, у меня выпадает карта смерти. Что-то здесь было как-то, знаете, здесь как-то завязано на смерти и жизни, смерти. Вот я говорю, не случайно, я сказала в самом начале, что здесь борьба не на жизнь, а на смерть была при чистке. И это как-то, это не случайно. Знаете, как будто бы у кого-то здесь были какие-то суицидальные наклонности, и как будто бы кто-то вот вами управлял, подавлял вашу волю. Вот здесь такое вот ощущение есть, да, вот ваша депрессия, вот эта вот, которая выпала, она была связана с этим. И это вот и есть как раз-таки влияние того, что было сделано на вас, подавление вашей воли. И это было связано, знаете, вот если подавление вашей воли, и вот, знаете, у меня есть ощущение, как будто бы вот у кого-то, может быть, какие-то там, ну не у всех лярвы есть, которые, вы знаете, на энергетическом уровне, как будто бы из вас выбивают жизненные силы. Если постоянное это ощущение, да, вы можете сходить к какому-нибудь мастеру и проверить, потому что как будто бы вот у меня, знаете, ощущение из вас выкачивают жизненные какие-то силы, и у вас появляются вот эти вот суицидальные наклонности. Если они есть, то вот просто действительно какой-то, может быть, не то чтобы подселенец, но вот как что-то у вас на энергетическом уровне есть такое. Удалось ли это прочистить? Потому что здесь есть какое-то, и это как-то, знаете, связано с вашими отношениями. Вот оттуда тянет эта вся энергия. Удалось ли почистить, и как прошла чистка? Вот смотрите, карты мне показывают, что чистка теоретически, теоретически, еще раз говорю, она прошла хорошо. Хорошо, но вы поймете, вот потому что много людей смотрят, в вашем состоянии, если вы увидите те качества, которые я сказала ранее в ближайшие 6 месяцев. Если что-то из этого, не обязательно три, чтобы было и успех, и чтобы было там, допустим, просветление, вот это вот внутреннее ощущение, либо партнерство, если хотя бы что-то одно из этого будет, показать от того, что ваша чистка удалась. Потому что мне здесь, в принципе, говорится о перерождении. Но... Но я не вижу, чтобы было стопроцентное высвобождение. Все равно что-то еще осталось. Что-то там еще осталось. Вот так. И прекращайте бояться. Вы своими страхами ухудшаете состояние результата того, которое вам дали мастера, либо мастер, которому вы ходили. Здесь вот как будто бы, еще раз скажу, была потерянность. Вот ваша потерянность пути. Из-за того, что у вас было разбитое сердце. А разбитое сердце у вас было не случайно. Так вот как будто бы это сделали. А сделали причину, почему я вам уже объяснила. Потому что где-то мама ваша что-то там нафиячила. И вы за это вот как будто бы расплачиваетесь. Вот здесь очень глубоко идет. Вот такой вот. Блин, ответ для вас. Не знаю, очень странный. Очень странный. Почему странная третья позиция? Потому что здесь абсолютно такие энергии, ну вообще неожиданные, не касающиеся. Разные другие, не такие, как в двух предыдущих позициях. Ладно, троечки мои. Я жду вашей обратной связи. Вот. Я даю себе отчет, что это все-таки общий расклад. И вы, пожалуйста, не забывайте. Хотя, в принципе, еще расскажу, такие расклады делать не совсем верно. Потому что они должны делать индивидуально. Потому что людей очень много. Вот. И смотреть на общий доступ не совсем правильно. Давайте мы сделаем такую ремарочку, оговорку, что это все-таки будет такой развлекательный контент. Да. И близко к сердцу, чтобы слишком нитинные, чувствительные люди не принимали. И я буду очень верить и надеяться на то, что из того, что я сегодня сказала, у вас ни у кого ничего не отыграется. Вот просто, не знаю, как пожелание, наверное. Вот. Потому что мне не хочется никого программировать, никого никуда направлять. И я даю себе, что это на самом деле это серьезные вещи. Вот. Но почему-то мне захотелось это сделать. Расклад, я не знаю, почему. Я его давно хотела. Вот сегодня просто почувствовала такое настроение, что вот сегодня я его сделаю. Поэтому он не такой большой по сравнению с другими, да, психоаналитическими раскладами, которые я делаю. Но вот все-таки буду надеяться, что в комментариях увижу, что нет, не совпало. Вот. Вот как-то так. Я с вами прощаюсь. До новых раскладов. Пока-пока.